Труженикам тыла компенсируют расходы на ремонт. Дополнительная мера социальной поддержки этой категории граждан введена по инициативе губернатора округа. Сегодня уже утвержден порядок выплаты, определены виды работ, за которые можно получить компенсацию. Она выплачивается однократно в размере фактически понесенных расходов, но не более 50 тысяч рублей. В бюджете округа на эти цели заложено 12,5 миллионов. Мария Ивановна хвастается обновлением. У труженицы тыла наконец появилась новая ванна. За покупку, демонтаж старой и монтаж новый пришлось отдать ни много ни мало несколько десятков тысяч рублей. Они подключали же всё, всё подключали. Старую ванну увозили, тоже денежки им получила. На обновку Мария Ивановна едва хватила пенсионных накоплений. Ни о каких других ремонтных работах она больше и не мечтает. Здесь уже дыра. Так я сама заклеила дырку тут. Так вот здесь бы, конечно, линолеум другой поклеить, если можно. Заменить линолеум, поклеить обои, обновить штукатурку, оконные и дверные блоки, отремонтировать системы канализации, тепло и водоснабжения и ещё многое другое Мария Ивановна Коровина может, получив окружную поддержку. Расходы на ремонт жилья труженикам тыла компенсируют из бюджета НАУ. Соответствующее постановление утвердила администрация региона. Данная выплата предусматривает предоставление компенсации расходов, практически понесённых расходов на ремонт, труженикам тыла. То есть, если полностью категория, она называется «Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая 5 ряды работы на оккупированных территориях» и «Лица, награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны». Так называют, если проще, то труженики тыла. Это граждане, у которых на руках есть удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны», которое поставлено в статья 20. То есть, там различные категории, труженики тыла, именно статья 20 в удостоверении стоит. И проживающие на территории округа не менее 15 лет. Компенсация носит заявительный характер, то есть граждане подают заявление в отделение социальной защиты населения на Сопрыкино-9Б. К заявлению прилагается ряд документов, в том числе подтверждающие расходы на ремонт и приобретение материалов. Компенсационная выплата предоставляется труженикам тыла только один раз в размере фактически понесённых расходов на ремонт, но не более 50 тысяч рублей. А также при условии, что жилое помещение, нуждающееся в ремонте, не признано непригодным для проживания. Напомню, компенсировать работу на ремонт жилья могут труженики тыла Неницкого округа. Сегодня в регионе проживает 230 человек, имеющих право на такую льготу. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.